Узбекистан динамично развивает отношения с различными зарубежными странами во многих сферах, среди них и Египет. В этом году отмечалось 25-летие с установления дипломатических отношений между двумя странами. Об итогах развития отношений, а также перспективах сотрудничества между Египтом и Узбекистаном рассказала посол Арабской Республики Египет в Узбекистане госпожа Амани Эль-Этер. Здравствуйте, госпожа посол. Какие реформы, прошедшие в Узбекистане в 2017 году, вы бы могли отметить как наиболее значимые? Прежде всего, я хотела бы поздравить народ Узбекистана и главу государства с Новым годом. Я желаю всем благополучия и успехов. Мне кажется, что 2017-й был особенным для Узбекистана. Мне посчастливилось быть здесь в свете происходящих широкомасштабных реформ в экономической, социальной, культурной и других сферах. Узбекистан для нас прозрачен. Создана медиаплатформа, которая позволяет нам, дипломатам, быть в курсе всех событий, происходящих в стране. Если мы пойдем по сферам, давайте сначала поговорим об экономике. В Узбекистане было осуществлено много реформ, в частности, валютная реформа, что позволило стабилизировать рынок, привлечь больше инвесторов в Узбекистан. Расширяется количество предпринимателей. Я также слышала речь президента Узбекистана о новых налоговых реформах. Я думаю, это новый этап развития, включающий сотрудничество со Всемирным банком и другими международными организациями. Это большой знак для международного сообщества, что их приветствует в Узбекистане. Если говорить о сфере туризма, у Узбекистана огромный потенциал. Мне уже удалось совершить поездку на скоростном поезде в Самарканд и Бухару. Я также летала в Термес. Везде я видела большое количество туристов. Я думаю, что это прекрасно, что наследие Узбекистана известно на весь мир. Так как реформы происходят совершенно в различных сферах, сложно остановиться на одной. Я хочу отметить социальную сферу, так как главой вашего государства оказывается особое внимание людям с ограниченными возможностями, защите прав и свобод граждан. А ваши спортсмены известны на весь мир. Делается многое и в системе образования. Госпожа Элитер, давайте теперь поговорим об отношениях между Узбекистаном и Египтом. В 2017 году отмечалось 25-летие с установления дипломатических отношений. Что было достигнуто за эти годы? Египет был одной из первых стран, признавших независимый Узбекистан. Первый президент страны посетил нашу республику два раза. Очень важный визит состоялся в 2007 году, так как было подписано большое количество соглашений и меморандумов. Кроме того, между нашими странами налажено сотрудничество в образовательной сфере, в частности, касательно обучения студентов по таким направлениям, как дипломатические отношения, сельское хозяйство, журналистика и другие. Надеюсь, что нас ждет еще многое впереди. В частности, уже возобновлен авиарейс в Шарм-эль-Шейх. Надеюсь, что мы увидим больше узбекских туристов в Египте и египетских в Узбекистане. Так как у нашего культурного наследия есть много общего, есть много того, что еще предстоит открыть. Лично я надеюсь, что будет открыт постоянный авиарейс между нашими странами. А что вы можете сказать о перспективах развития двусторонних отношений между двумя странами? Я думаю, что сфера экономики наиболее в приоритете. Между нашими странами есть много общего. Я думаю, что мы можем работать так. И Узбекистан, и Египет производят хлопковую продукцию. Можно наладить сотрудничество по этой линии. Хочу сказать, что показатели экономического сотрудничества невысоки. Поэтому я думаю, в будущем нужно работать над совместными проектами. Как известно, в Египте сейчас тоже происходят широкие реформы. Одна из них связана с превращением Суэцкого канала в логистический центр. Надеюсь, что узбекская продукция будет экспортироваться в Египет. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok